Вне рамок и без каких-либо ограничений. Эти ребята танцуют, как они хотят и рисуют то, что им нравится. Мы находимся на первом фестивале уличных культур. 20 октября бывший мебельный завод в Казани превратился в площадку проявления своих творческих способностей. Проект развития уличных культур Урам провел первый фестиваль для представителей городских субкультур и прогрессивной молодежи. Мы собрали воедино и показали всему городу то, что искусство, вся улица вылезает именно наружу. И это очень даже хорошо, потому что нужно раскрывать молодых талантов именно в таком ключе, а не просто их оставлять на улице. Уличная культура развивается с бешеной скоростью, постоянно расширяя степень свободы. Здесь не важен возраст и социальный статус, она открыта абсолютно для всех. Под уличной культурой называют те виды молодежного течения, которые не соответствуют определенным стандартам. Так, привычные классические направления танцев давно сменились такими, как брейк-данс, хип-хоп, хаус. А чтобы доказать свою крутость, нужно выйти на танцевальный батл соперникам. Соревнования проходили не только на импровизированной сцене, но и на стенах. Художники Казани и Татарстана создавали свои арт-объекты с помощью граффити. Пока одни творят искусство, другие ловко и умело выполняют экстремальные трюки. Когда находишься рядом и наблюдаешь все своими глазами, захватывает дух. Джамиль Ахмедзянов катается на BMX уже 6 лет. Отмечает, что для него это уже больше, чем просто спорт. BMX – это велосипедный мото-фристайл. Для всех любителей нестандартной и необычной музыки работала еще одна тематическая площадка. Здесь выступали представители различных музыкальных направлений. Звучал рок, диджейские сеты и многое другое. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз.